Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными? Газэкономика-экономика Полночь 2, 21 февраля 2019 года Болезни роста Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными? Фото Марио Тама Гетти имиджез Воспитание детей традиционно считается личным делом каждой семьи. Это та зона, куда родители порой просто не пускают. Подход к воспитанию, как все привыкли думать, формируется исходя из психологии, пережитого в детстве опыта и социальных стереотипов. Однако это не совсем так. Экономисты Фабрица Целеботти и Маттиас Дёбки считают, что для получения целостной картины необходимо также учитывать экономическую ситуацию в каждой отдельно взятой стране. Лента.ру ознакомилась с их новой книгой «Любовь. Деньги и воспитание» и рассказывает, что общего у родителей из России и США и почему они никогда не поймут шведов. Приспособились. Труд Целеботти и Дёбки увидел свет в начале февраля. Главная мысль книги состоит в том, что экономические условия и то, как они со временем трансформируются, напрямую влияют на подход к воспитанию. По словам авторов, эту взаимосвязь они впервые начали прослеживать на собственном примере и примере своих детей. У Фабрица есть дочь, а у Маттиаса трое сыновей. Они обратили внимание на то, как разительно отличается их собственный подход к воспитанию детей от подхода их родителей. Детство обоих авторов пришлось на 70-е годы. Маттиас родился и рос в Германии, Фабрица в Италии. Несмотря на разные страны, в подходе наших отцов и матерей было много общего, говорят исследователи. Им предоставляли много свободы и позволяли быть самостоятельными. Родители редко вмешивались в их жизнь. Разрешали проводить достаточно времени с друзьями и не ругали за плохие оценки. Маттиас Дёбки Кадр 1.2 Фабрица и Маттиас ожидали, что будут такими же либеральными родителями в будущем. Однако, когда они обзавелись собственным потомством, то с удивлением обнаружили, что выбор воспитательной модели в конечном итоге зависел не от их представления воспитания и опыта, пережитого в детстве, а от окружающей среды. Моя семья немного уникальна тем, что мы связаны как минимум с пятью странами. Я итальянец, моя жена испанка, а моя дочь родилась в Швеции, рассказывает Фабрицио. Пожив в Швеции, семейство Целеботти перебралось в Великобританию, а затем в Швейцарию. Сейчас они живут в США, и дочь Фабрица уже выросла. Меняя страны одну за другой, экономист не мог не обратить внимания на то, что каждой из них присущи определенные поведенческие нормы, которые касаются в том числе воспитания детей. Выбор невелик. Это был интересный опыт, признает Фабрицио. Мы ведь были одними и теми же родителями, просто жили в другой стране. Это, в частности, натолкнуло его на мысль исследовать подходы к воспитанию детей с точки зрения экономических показателей. По своей сути экономика это социальная наука, которая стремится понять, как люди принимают решения. Исходные экономические модели предполагают, что люди сознательно действуют во имя достижения своих целей. В своей книге мы применяем ту же логику к воспитанию детей, рассуждает Маттиас. В данном случае цель, которую пытаются достичь родители, заключается в том, чтобы их дети были счастливы и преуспели в курьере. Однако на пути к этой цели им приходится идти на компромиссы, поскольку реальность, в которой им приходится существовать, накладывает определенные ограничения. Диана Баумринт фото, thinglink.com. Психолог Диана Баумринт выделила три подхода к воспитанию детей, авторитарный, при котором родители требуют безоговорочного послушания и устанавливают строгий контроль, разрешительный, про которым детям дается много свободы, и авторитетный некий срединный стиль, при котором родители стремятся влиять на выбор своих детей и формировать их ценности с помощью логических доводов и рассуждений. Целеботти и Дёбки утверждают, что эти стили воспитания могут меняться в том числе и в зависимости от текущих экономических условий. Например, если речь идет об обществе с высокой конкуренцией, где успех в будущем зависит от поступления в хороший университет, то родители с высокой долей вероятности будут практиковать более авторитарный подход. Никаких поблажек. По словам исследователей, наиболее важным для воспитания детей в аспекте экономической среды является показатель экономического неравенства. В обществе, где существует большой разрыв между богатыми и бедными, родители ощущают острую необходимость подталкивать своих детей к тому, чтобы они преуспевали в школе, поступили в престижный вуз и в итоге устроились на высокооплачиваемую работу. Так называемое вертолетное воспитание, при котором родители уделяют чрезвычайно большое внимание ребенку или его переживаниям и проблемам, в частности, в области учебы, характерно для таких стран, как, скажем, Китай, США и Россия. По данным исследования Калифорнийского университета в Ирвайне, в 60-70-х годах прошлого века американцы проводили с детьми в два раза меньше времени, чем сегодня, 54 минуты в день в 1965 против 104 минут в 2012 году. Про вертолетное воспитание С этой точки зрения интересно и другое исследование сравнения методов воспитания детей в СССР и современной России. Чтобы выяснить, как изменились воспитательные модели, старший научный сотрудник Института социологии Ран Лидия Акальская сравнила выводы двух обширных социологических опросов, которые проводились в 1989 и 1999 годах. И в том, и в другом случае респондентам предлагали список качеств, которые они хотели бы видеть у собственных детей. Выяснилось, что всего лишь за 10 лет с 1989 по 1999 годы в обществе значительно усилились эгоистические тенденции. В противовес доминировавшем ранее честности, порядочности и любви к дому и родине, возросло желание не упустить своего и занять видное положение. Фото Инга Вагна, DPA, Global Press.com В СССР, как в стране с низким уровнем экономического неравенства, родители могли позволить себе быть более расслабленными и предоставить своим детям определенную свободу. Сейчас такой разрешительный стиль воспитания преобладает, например, в странах Скандинавии. Когда СССР перестал существовать, и экономическая ситуация в корне изменилась, тут же трансформировался и подход к воспитанию детей. Существует мнение, что сегодня детство перестало быть таким уж радостным и беззаботным периодом жизни. В обществах с высокой конкуренцией детство трамплин для будущего успеха, в то время как в эгалитарном обществе дети имеют больше возможностей для того, чтобы просто наслаждаться беззаботной детской жизнью, констатируют целеботти и дебки. Опустили руки С другой стороны, чем выше уровень неравенства, тем разнообразнее могут быть стили воспитания в разных слоях общества. Объясняется это тем, что неравенство влияет на доступ людей к разного рода возможностям. Например, родители из среднего класса будут почти наверняка применять авторитетную или авторитарную модели, поскольку они могут дать ребенку хорошее образование и со спокойным сердцем отпустить его во взрослую жизнь. В то же время в бедных семьях дети могут быть предоставлены сами себе. Родители с низким уровнем доходов зачастую уверены, что их усилия особо ни к чему не приведут, что доступ к лучшей жизни для них и их детей закрыт, а значит, нет смысла стараться. Фото Скотт Барба Гетти имиджес Примечательно также, что стиль воспитания зачастую взаимосвязан с количеством детей в семье. Когда родители отдают предпочтение авторитетной или авторитарной модели воспитания, становится проблематичным иметь много детей, потому что для их воспитания потребуется невероятное количество времени и усилий. В то же время разрешительный подход позволяет заводить большую семью. Это в какой-то степени объясняет, почему многие люди, имеющие весьма скромные доходы, заводят двоих и более детей. В отличие от представителей того же среднего класса, они изначально не планируют вкладываться в образование детей или обеспечивать их отдельным жильем. В таком случае ребенку приходится учиться быть самостоятельным. Материалы ПТ